Строительство кольца на проспекте Мира в столице, как и было обещано городскими властями, завершилось ко дню республики. Вот только жители близлежащих домов не очень довольны. Не все сделано в плане благоустройства. Кроме того, на новой зебре, которая появилась после строительства дороги, уже произошло несколько аварий с пешеходами. Почему-то водители не признают здесь знака переход и не спешат уступать дорогу. Кто должен позаботиться о благоустройстве дорог и безопасности чебоксарцев, выясняла наша съемочная группа. За моей спиной тот самый нашумевший переход. Совсем недавно здесь, под колеса машины, попала женщина. На ее месте мог оказаться каждый, ведь еще пару дней назад этот переход сложно было назвать пешеходным. Тут не было даже привычной зебры. А все, кому хоть раз приходилось переходить дорогу, вспоминают об этом содрогании. Они говорят, это все равно, что по минному полю прогуляться. Я каждый день сюда хожу на работу, перехожу в дом печати. Мне страшно, да, на самом деле. Машины не останавливаются. Я жду, пока соберется толпа. Умирать так вместе не страшно. В дорожных происшествиях принято чаще винить водителей. Мол, скоростной режим не соблюдают, на знаки не смотрят. Конечно, этот грешок за ними водится. Но делать крайними только их будет несправедливо. Да и, кстати, место для перехода, пожалуй, одно из самых худших. Хотя, как выяснилось, это временное неудобство. В проекте пешеходный переход не предусмотрен. Он сейчас пока действительно временный. Пешеходный переход будет проходить по типу проводов, где железная дорога поверху. И, получается, уже жители, граждане будут ходить именно в том месте, согласно проекту. А вот этот временный пешеходный переход, он будет закрыт. Закрыть временный переход обещают к середине августа. А пока жителям остается делать крюк либо в сторону железнодорожных путей, либо накручивать лишние сотни метров в сторону торгового комплекса. А мамочкам нарезать круги придется с малыми детьми. Ведь существующий переход ведет к торжественно открытому в День Республики детскому городку. Но пешеходный переход не единственная беда жителей. Остро стоит вопрос о благоустройстве дворов близлежащих домов. Как только прошел День Республики, рабочие с этого участка сразу исчезли. И около домов на проспекте Мира осталась непролазная грязь и облака пыли. Остатки ремонтных работ. Выходя из дома, вот как раз оглядываешься и думаешь, почему люди не летают, как птицы. Выйти из дома невозможно, только в резиновых сапогах. В офис идешь, приходишь на работу, вся грязная. Сейчас перекопали, благоустройства никакого не сделали. С детьми выйти погулять, ну с коляской, ну куда только спустился с кролечкой. Ты все даже вокруг дома не пройдешь, потому что грязная. У нас в квартирах больше грязи стало сейчас из-за этого. Ничего не делается, не заканчивается после себя. Озеленение обещали мне главный инженер Николай Юрьевич. Так и не сделано. Трутовары, идущие нашему дому от магазина, разрушили. Тоже асфальтом не покрыли, понимаете. Я так надеюсь на эту организацию. И вот это безобразие во дворе, вот это все развели, раскопали. После дождя все ямы провалились. Очень хотелось, чтобы это все-таки порядок навели за собой. И пройти где невозможно. Ну какие каблуки там, вот это где ходить. Очень безобразно. Сейчас дожди были, это вообще не уносим уже. Прямо, тут у них колено грязи. Ходим вместе. Очень неудобно. На вопросы жителей о благоустройстве ответил главный инженер компании «Чуваш Автодор» Николай Орденков. Ну сейчас вот в данный момент идет благоустройство, получается, подъезда к дому 35-33. Почему не могли сделать здесь благоустройство в свое время? Потому что производилась перекладка сетей по газу. Вот сейчас в данный момент газ переложили. Значит здесь будет проходить дорога, тротуар для пешеходов. И, соответственно, озеленение. Как бы людям хочется, я понимаю, что хочется прям все и сразу. Но так не бывает. Есть свои технологические регламенты, которые мы должны соблюдать. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика.